И я сейчас даю слово представителям Российской Федерации. В этой связи логично предположить, что мы, как Совет Безопасности, в соответствии с имеющимися по Уставу ООН мандатом в контексте рассмотрения ситуации в районе бассейна Озеро Чад, должны фокусироваться непосредственно на плачевной ситуации в области безопасности. Продолжение следует... Не нужно нарушать существующее распределение обязанностей, перегружать повестку дня Совета Безопасности. Необходимо оградить его от размывания мандата и, соответственно, снижения эффективности. Кстати говоря, мы, и не только мы, предупреждали, что именно к этому идет дело, когда в прошлом году согласовывали резолюцию СБ 2349. Нас тогда не услышали. И, к сожалению, документ недополучил тех элементов, которые помогли бы сделать его действенным подспорьем в международных усилиях по содействию странам бассейна Озеро Чад. В первую очередь на контртеррористическом направлении. Хочу подчеркнуть, речь идет именно о борьбе с терроризмом, а не о каком-то конфликте. Бока-Харам, соответствующим решениям СБ ООН, классифицирована как террористическая организация. Что мы имеем сегодня, спустя год после принятия резолюции СБ 2349? Бока-Харам до сих пор чувствует себя в регионе вполне вольготно. Продолжает совершать теракты и похищать школьниц. В связи с чем, кстати, совсем недавно Совет согласовал очередное заявление председателям. Слава Богу, что сегодня появилась информация об освобождении большей части из них. Однако мы шокированы новостями о возможной трагической судьбе остальных. Благодарим власти Нигерии за прилагаемые контртеррористические усилия. Деятельность террористов Бока-Харам является настоящей угрозой для государств региона. Она подрывает устоявшуюся жизнь людей, вынуждает их перемещаться в более безопасные районы, мешает нормальной торговой и экономической активности. Только после устранения этого вызова регионального масштаба можно будет добиться существенных подвижек в решении других насущных проблем, взяться вплотную из-за устранения природных катаклизмов и их профилактику. Не могу не напомнить о том, что дестабилизация в регионе приобрела катастрофические масштабы после обрушения ливийской государственности. Далекая от нормализации ситуации в Ливии, которую мы обсуждали буквально вчера, продолжает негативно сказываться на региональной обстановке. Я говорю это не для того, чтобы уколоть кого-то в Совете. Мы об этом заявляем в качестве предостережения от подобных разрушительных региональных авантюр на будущее. После 2011 года терроризм, как раковая опухоль, расползся по Сахаро-Сахельской зоне, Западной и Центральной Африке. И, несмотря на предпринимаемые усилия, продолжает угрожать стабильности стран в этой части африканского континента и даже за его пределами. Последствия спровоцированного извне ливийского кризиса, в том числе неконтролируемой и нелегальной потоки оружия иммигрантов, распространения радикальных идеологий, к сожалению, придется расхлебывать еще долгое время. В этой связи считаем важным продолжить оказывать всяческое содействие борющимся с террористами странам. Укрепляя их собственный национальный потенциал и поощряя развитие плотного регионального взаимодействия. Не считаем это сферой для конкуренции. В этом деле нужна сплоченность. Хороший пример – деятельность многонациональных совместных сил государств бассейна озера Чад, которые много делают для купирования деятельности Бока-Харам. Понимаем, что усилия в области обеспечения безопасности должны идти рука об руку с продвижением политики укрепления институтов государственной власти и социально-экономическим развитием. Отмечаем усилия на этом направлении комиссии стран бассейна озера Чад и проведение первой конференции по стабилизации положения в странах-регионах. Попытки найти ответы на существующие вопросы в русле африканским проблемам, африканские решения могут только приветствоваться. В заключении хотел бы подчеркнуть, что Россия, как и прежде, продолжит оказывать содействие государствам региона как по линии международных институтов, так и по двусторонним каналам, не обуславливая при этом помощь какими-либо политически нагруженными требованиями. Благодарю вас. Я благодарю руководителя Русской Федерации за его заявление.